Есть возможность поговорить с бойцами батальона АЗОВ. Какая у вас обстановка? Если следить за ситуацией по лентам информагентств, то все выглядит катастрофически. А вот изнутри, как вам это видится? Ну, насколько я понимаю, мне вопрос. Да, пожалуйста, вам вопрос. Значит, ситуация сама в Новоазовске... В Новоазовске сама ситуация стабильная. Проходят бои местного значения практически ежедневные. Сегодня уничтожили противник, уничтожил катер пограничников. Мы уничтожили группу саперов, которая пыталась разминировать минные заграждения. Со стороны Новоазовской ситуация сейчас более-менее застабилизировалась. Насколько нам известно, россияне в основном передали технику, привезенным сепаратистам. Сами выполняют функцию офицеров, командиров экипажей, ну, то есть военспецов в первую очередь. Значительно тревожнее сейчас ситуация на севере, потому что, собственно говоря, прорыв, скорее всего, будет наноситься не в районе Новоазовска. Здесь с помощью города, с помощью людей в первую очередь. Мы уже достаточно укрепились, противотанковых средств тоже достаточно. Прорыв будет проходить с северной. Там ситуация более напряженная, более тяжелая. Скорее всего, они хотят рассечь украинскую группировку ударом на Волновах. Скажите, а что в Мариуполе? Какова там ситуация? Ну, так выглядит сейчас ситуация. Мариуполь, честно говоря, мы освобождали этот город в свое время, и он нам, как бы, уже, можно сказать, родной. Мариуполь за последние дни просто поразил. Город, ну, действительно, как в 41-м, делает просто чудовищные усилия для того, чтобы сотни людей сейчас роют блиндажи, окопы, помогают армии абсолютно всем, чем можно. Передается техника, ремонтируется техника. Город делает огромные усилия для того, чтобы война не пришла к нему. А если пришла, то остановить врага. Город более-менее спокоен на данный момент. Войска, добровольческие части готовы, как бы, сражаться за него до последнего. Главное, чтобы мы удержали общую фронтовую линию и не было окружения. О чем у вас говорят? Прямое столкновение мы, безусловно, выдержим и удержим город. Я как раз об этом хотел спросить. Во-первых, какова вероятность прямого столкновения? И, во-вторых, придерживаетесь ли вы той версии, чтобы действительно россияне сейчас реализуют план создания вот этого коридора сухопутного от Крыма до Херсона? Да, придерживаюсь на сто процентов. Я уверен, что идет война. И Львов, может быть, неспокоен. Потому что идет война на уничтожение, полное уничтожение украинского государства, украинской государственности. Они не остановятся даже на этом коридоре. В этом я уверен на сто процентов. Но первый этап – это тыл из Луганской и Донецкой областей. Второй этап – это, конечно, удар на Одессу, даже не на Николаев. Дальнейший, они сами об этом открыто говорят, Киев и далее на запад. Продолжение следует...